В столице состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. В нем приняли участие члены ЦИК, представители политических партий и члены окружных избирательных комиссий. В повестку дня вошли вопросы о регистрации кандидатов в президенты Республики Узбекистан, выдвинутых политическими партиями, их предвыборной агитацией и аккредитации, представителей средств массовой информации. Тамила Икрамова с подробностями. В ходе заседания участники напомнили, что 31 мая и 1 июня этого года четыре политические партии обратились в Центральную избирательную комиссию с просьбой о регистрации выдвинутых ими кандидатов в президенты Республики Узбекистан и представили подписные листы в их поддержку. Экспертные группы Центризбиркома в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства проверили правильность составления подписных листов граждан в поддержку кандидатов, представленных политическими партиями. Экспертные группы проводили проверку представленных подписных листов в период с 31 мая по 2 июня в строгом соблюдении норм избирательного кодекса и соответствующего положения ЦИК и пришли к выводу о полном соответствии представленных подписных листов предъявляемым требованием. Исходя из этого, на заседании принято постановление о регистрации в кандидаты президента Республики Узбекистан Улукбека Ильясовича Инаятова от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавката Мурамоновича Мрзиёева от Движения предпринимателей и деловых людей Либеральной демократической партии Узбекистана, Робахон Анваровну Махмудову от Социал-демократической партии Узбекистана Адуалят и Абдушукура Худакуловича Хамзаева от Экологической партии Узбекистана. Также обсуждены вопросы проведения предвыборной агитации кандидатов президента Республики Узбекистан и принято соответствующее постановление. Предвыборная кампания кандидатов президента начинается 7 июня этого года. Утверждены объём и время бесплатного эфирного времени республиканских и региональных телерадиоканалов Национальной телерадиокомпании Узбекистана, а также бесплатной печатной площади в газетах «Янги Узбекистан», «Правда Востока», «Халксуза», «Народное слово» и 24 местных газетах. Предусматривается, что средства массовой информации должны создать все необходимые условия для выступлений кандидатов в президенты. Причём в информационных программах и в информационных материалах должен соблюдаться принцип равенства выступлений кандидатов в президенты. На заседании также рассмотрен вопрос об аккредитации представителей СМИ. На основе обращений, поступивших в Центральную избирательную комиссию, были аккредитованы 39 представителей 9 местных средств массовой информации. Была также организована пресс-конференция, где журналисты смогли получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся предвыборной кампании кандидатов в президенты.